всем привет сегодня необычный выпуск нашей программы это не 500 супов плейлист это салат кубинский или салат по-кубински любимый салат эрнесто хемингуэя совсем недавно я был в программе андрея макаревича смак на канале на канале андрей макаревича смак и андрей вадимыч мне подарил свой фирменный фартук я там готовил этот салат и естественно он получился обалденный а у нас тут листья салата красный сладкий лук красный сладкий лук авокадо авокадо мягко порезанный ну вот потом а потом да потом ананас ананас можно делать свежий запечь в духовке посыпать чуть-чуть сахаром этот маринованный ананас тоже кубин да сок выпиваем это в духовке а ребята это кубинская история честно 100 процентов я даже в комнат стану а всего-то авокадо с ананасом авокадо ананас листья салата на остальное же наша да как-то и унесло вот раз и на кубе удивительно они тоже кладут мин да видимо да фантастика вы можете посмотреть мы сейчас прикрепим все ссылки и на бэкстейдж с этого процесса приготовления значит там я готовил и канью по-кубински видео у нас есть внизу и этот салат и он понравился абсолютно всем и мне андрей вадимович дал на память свой фирменный фартук поэтому сегодня я его открою я даже его не открывал если честно открою и буду готовить именно в этом фартуке я не знаю как насчет размера подойдет или не подойдет голова пролезла все остальное подойдет так и будем готовить значит первым делом мы поставим ананасы в разогретую до 220 градусов духовку запекаться сейчас я их выловлю ананасы лучше брать консервированные они уже обмякшие и вот так вот берем выкладываем их можно взять свежие они будут дольше готовиться и сахар тростниковый я вот так вот их посыпаю чтобы они карамелизировались на большой температуре надо смотреть за ними так вот перемешать кубинский сласня тростниковый значит все сейчас я перечислю все ингредиенты которые нам требуются для этого салата поставлю ананасы в духовку и мы сделаем паузу для того чтобы продолжить приготовление ухи из семги которая уже заканчивая творится на нашей плите и солянки рыбной по рецепту сергея цыгаля поэтому смотрите в ближайших выпусках выше или ниже рыбный суп из семги и солянка рыбная по рецепту сергея цыгаля значит я сейчас ставлю это все в духовку разогретую и вернусь вот так вот надо ставить чтобы можно было и видеть и мишки перемешивать я ставлю на вентиляционный режим чтобы закарамелизировалась и посмотри на 200 30 240 в общем на большой режим регулируйте температуру для этого салата еще нам потребуется салат соответственно это салат романа салат айсберг можно либо тот либо другой можно и и тот и другой значит авокадо желательно мягкий если есть твердый авокадо значит нужно его резать очистить и мелко 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 нарезать слегка посыпать солью слегка прямо чтобы он дал сок и стал мягким или натереть на ну то есть чтобы он кусками жесткими не попадался на зубах авокадо тмин в зернах соль масло подсолнечное конечно вот лимон и лайм требуется только один лимон не совсем то лайм он другой вкус и он более экзотичный вкус придает все-таки какую-то экзотику этому салату чеснок обязательно и сладкий лук подсолнечное масло соль тмин и чеснок с лимоном и лаймом нам потребуется для приготовления вот такого вот такой заправки для этого салата так она мне понравилось что я сделал себе целую банку вот так вот и теперь даже если нет не делаю ананасы авокадо и лук я просто вот так вот салат заливаю вообще улет и зелень начал потреблять значительно таких больших количествах просто потому что я теперь знаю что у меня есть в холодильнике вот эта заправочка ее так перемешиваешь она становится такой кремовой вкусная вещь вообще поэтому отдельно рецепт запис запишите себе заправки и используйте его не только в этом салате а еще при поедании зелени другой поэтому я вот особо особо рекомендую ну что ждем когда запечется наш ананас и запекутся наши ананасы вернемся в студию после того как это будет все готово сейчас отодвигаем для того чтобы продолжить изготовление солянки по рецепту сергея цигеля пауза я порежу сразу же вот этот вот салат его можно конечно порвать там можно и порезать кстати мойте его лучше потому что нас именно на зелени наибольшее количество всякой химозы это точно я вам говорю так вот достаточно крупно раз а вообще класс а этот вот так как капусту пошли крошить авокадо через мясорубку погнали все сделали ну вот смотрите вот такая вот кажется если у вас белый авокадо просто нарежьте его и перемните она сама разойдется тут видите то один мягкий другой жесткий дыр не пойми ничего сюда выкладываем вот так вот здорово пока мы снимали суп солянку рыбную и поставили ананасы запекаться они уже готовы я их выключил где-то примерно в районе часа они там стояли такая штучка образовалась из-за того что мы сахар туда закладывали и они самый раз сюда заходят вообще вот посмотрите видите напомню мы брали ананасы консервированные я взял три больших банки на всякий случай но двух хватило я бы не назвал этот салат прямо народным авокадо ананасы ну таким вот ежедневным салатом еженедельным его не назовешь но вот посмотрите что творится оливье стал уже в каждом магазине продаваться раньше это праздничный салат был руки к небу возносили а сейчас просто не обращают внимание на оливье и на праздник уже скоро его делать не будут поэтому надо какое-то блюдо придумывать поэтому я считаю что на смену оливье каждодневным должен прийти салат от шефа шарова любимый салат эрнесто хемингуэя поверьте мне вещь очень хорошая достойно так ну что там есть у нас авокадо салат смотрите вот все начинается сейчас я буду я буду делать как у меня папа учил детская он так так вот брал так вот на открывал душу вытрясал получила папкин способ это проводил с огурцами еще один раз какой-то тренер к нам во двор пришел по футболу и каратэ одновременно какой-то бродячий тренер и давай там с мальчишками разговаривать еще маленькие были вот точно так же он сделал с этим тренером обычно в быту он делался это с огурцами малосольными и вот так же вытрясал душу из того тренера тренер больше не приходил вот бить он его не бил при детях но душу вытряс я напомню да что у нас есть уже заправка она у меня каждый день стоит вот заправочка я его не буду делать зачем правильно режем два лайма лимон чеснок соль тмин и масло я вам серьезно говорю это не не шутка я не вчера я делал я ее просто приехал тогда сделал банку и теперь каждый раз ей заправляю салат без ананасов без без авокадо а просто беру нарезаю салат и заправляю и ем бомба просто вот вот она настоящая заправка на неделю в москву просто уезжаем по делам там будет у нас съемки вот новые о которых вы скоро узнаете тоже у нас на канале поэтому заправка она мне не потребуется сейчас мы вот эту заправочку все съедим а лимон и лайма они у нас съемка будут участвовать следующих программ правильно поэтому вот такая вот история все вот это перемешивайте и получаете вот это так ну что нарезаем мелко мелко сладкий сюда тоже руки напоминаю что лук должен быть сладким не горьким не крепким а сладким таким так ну вот все чуть не разбил все салат готов ну что и вот этим нашим соусом заправляем надо еще достать оттуда чеснок обязательно не весь это мягко мякоть авокадо как когда мы ее раз размяли в мясорубке она как бы в обволокла все листья получается понимаете она попала везде теперь наша задача везде чтобы попала заправка салатная заправка салатная вот это и все можно добавить вот эту штучку мне бы не хватило экзотики чуть-чуть все вкусно все четко заправка на месте но полы лайма было бы здорово вообще ой вообще сказка все замечательная точка мы конечно встаем кадры с той программы в которой я участвовал недавно в которой все хвалили этот салат на дегустацию тира употребление кубинского супа и кубинского салата приглашаю практически всю съемочную группу за исключение тех кто уже совсем камеру бросить не может подходите господа не стесняйтесь да не изображайте вы себя застенчивых а то я вас не знаю блин как говорил михаил михалыч прошу к столу вскипела салатик отведали он божественный чтобы еще раз вы могли удостовериться что вечно стоит по-настоящему стоящий может заменить любой праздничный салат в качестве основного блюда поверьте единственно не используйте только вонючее масло но так называемое масло с запахом вы такое прозрачное подсолнечное масло нужно использовать но и вместо лимона постарайтесь использовать лайм это вещь четкая еще раз прошу вас подписываться на наш канал ставить лайки комментировать присылать может быть какие-то свои любимые рецепты спасибо за внимание всего хорошего до свидания спасибо за субтитры подогнал «Симон» «М Immстанет gucken вы смотрите можно и высоким рядам第三 мая» Но и после strawberry отрицание рассказывается о ценахソв subsequ Verb Healthy с Punten Ф 나가 субтитры подогнал «Симон» «Зимон» « geehrый лазню» Продолжение следует...